Субтитры сделал DimaTorzok Это литературно-кулинарный блог и пищеблог Откуда у меня и повареха с томатным соком Убью совсем! Читай! И не просто так читай, а читай с удовольствием Для этого Иванов сделал очень много В своем романе «Пищеблог» Алексей Иванов погружает нас в атмосферу летнего советского лагеря 80-х Казалось бы, жара, июль, орлята, куча целетать, олимпиадный год, речка, небо голубое, ну и вот это вот все Но так да не так В темном-темном лагере Темной-темной ночью Происходят темные-темные дела А точнее даже не темные, а кроваво-красные Потому что тут, куда ни плюнь, попадешь в вампира Мммм, страшно? Но вы не переживайте Я не из этих И сегодня мы постараемся влиться в доверие к беглым зэкам Вместе с Алексеем Ивановым И сделаем космическую еду Как тебе такое, Илон Маск? Короче Нет уж Коротко не выйдет Особенно если речь идет о страшных-страшных рассказах Которыми подростки пугают друг друга в летнем лагере в ночи Особенно если они касаются беглых зэков Знаете, вампиры в книге Иванова «Пищеблог» Далеко не самая страшная напасть Главный герой Валерка Лагунов В борьбе с нечистью пытается сойтись с другой нечистью В виде беглых зэков И обменять у них на что-нибудь Серебряные пули, например Зэков беглых, конечно, скорее всего он выдумал Но вот космическую еду Которую он собрался им отдать в обмен на что-нибудь эдакое Он не выдумывал это уж абсолютно точно Такой провиан был в ходу в Советском Союзе Да и сейчас наверняка встречается где-нибудь Но вот доступна она, конечно, только специально подготовленным для полета в космос людям Ну или зэкам, у которых всегда найдется, что на нее обменять Беглых зэков тут не видели? Мимо пробегали Есть тут у меня к ним одно делится Валерка Лагунов выдумал мифических беглых зэков Чтобы защитить свою подружку А заодно и пропустить легенду о том, что якобы у них можно что-то полезное Обменять на что-то еще более полезное И кажется, по ходу сюжета сам начал верить в эти байки Да во что только не поверишь в этом таинственном лагере буревестник Вы думаете, это голубика? Наивные Это космическая еда Будущее Сейчас мы с вами ее попробуем сделать Если я, конечно, все не съем Или меня кто-нибудь не съест Однажды решает Валерка сделать космическую еду И обменять ее на что-нибудь очень полезное И спасающее от вампиров у зэков На пистолет, например С пулями серебряными В пистолетах с пулями я не нуждаюсь А вот на лайки, подписки, комментарии Космическую еду обменяла бы с удовольствием Поэтому по рецепту Валерки Лагунова Мы ее с вами тоже сделаем Что нам потребуется для этого? А всего ничего Тюбик из подзубной пасты Валерка советовал, чтобы зубная паста была С каким-нибудь фруктовым вкусом Знаете ли, вот для девчонок Которые чистят ею зубы Перед тем, как пойти на дискотеку и целоваться Ну что, я, значит, тут на рогатку обменяла пасту И крем Сейчас решим Кто из них отправится в невесомость Фруктовую-то я нашла Но нынче на дворе, увы, не 80-е А 2020-е И в наших магазинах нет Совершенно никаких пригодных Для космической еды Тюбиков с пастой Поэтому эту, пожалуй, придется выкинуть Долгие поиски меня привели К тюбику с кремом Который больше подходит для наших целей И как раз-таки Отдает таким ретро-романтизмам Даже вид у него такой вполне себе советский Конечно же, нам еще понадобится ягода Это может быть голубика Клубника Малина Смородина Это уже на ваше усмотрение Рецепт космической еды очень прост Тюбик нужно раскрутить Содержимое из него достать Очистить Желательно, чтобы не осталось никаких запахов От того, что в нем было раньше И в нашем случае жира Потому что используем мы все-таки Тюбик от крема Ягоду помыть И засыпать в тюбик Теперь закручиваем его И вуаля Космос нас ждет Раньше, конечно, земля в иллюминаторе была зеленее И, возможно, советское качество космической еды Было куда круче Но наша с вами задача не столько наестся Сколько поэкспериментировать И мне кажется, эксперимент удался Беглые зэки в обиде точно не останутся Хей, там! Приятного аппетита в невесомости! За космической едой будущее За томатным соком тоже Так что пейте что-нибудь полезненькое, а не кровь Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Приходите ко мне в инстаграм И носите на всякий случай чеснок на шее До новых встреч и новых рецептов Пока-пока!